Дорогие друзья, те, кто не знаком со мной лично, я сначала представлюсь. Меня зовут Жукова Олеся Таниславовна и надеюсь, что родители детишек знают меня как автора развивающих пособий и книг. А мои коллеги или мои ученики, которые приходят в Центр Логопед-Профи, знают меня как руководителя Центра Логопед-Профи. Мы протягиваем руку помощи и профессиональной поддержки тем, кто в этом сейчас особенно нуждается. В первую очередь это родители детей, которые оказались в вынужденной социальной изоляции. Но ведь потому что так трудно объяснить ребенку, почему он долгое время должен просидеть в запертии в своей собственной квартире и не иметь возможность гулять. И родителям приходится искать интересные задумки или рекомендации, как скрасить досуг ребенка, а еще как преодолеть его страхи или непонимание ситуации, которая сейчас происходит. Мы начинаем наш флешмоб и надеемся, что вы сочтете его полезным и нужным и присоединитесь к нам. Не забывайте, что в нашей стране всегда в трудные времена люди протягивали друг другу руку помощи. Поэтому давайте всеми вместе дружно скажем. Дай пять! Здравствуйте, дорогие друзья! Я специалист Центра Логопед-Профи Анна Мишинева. Сегодня расскажу вам о том, как сделать световой стол в домашних условиях. Сейчас очень много световых столов появилось в образовательных учреждениях. Действительно, они там очень часто необходимы. Но дома такой стол не совсем оправдан, потому что он занимает много места. Света как такового у нас с вами здесь не будет, но мы заменим его цветным картоном. Идеально, если у вас уже изначально однотонный цветной поднос. Но это не имеет значения, все равно мы будем с вами использовать картон разного цвета. Чем больше поднос, тем лучше. Итак, мы размещаем на подносе цветную бумагу или цветной картон и используем наполнитель. В световых столах наполнитель это кварцевый песок. У нас с вами может быть как кварцевый песок, так и любой природный материал. Мы можем использовать муку, соль или манную крупу. Мне больше всего нравится манная крупа, потому что она не так раздражает кожу малыша, как, например, соль. И не такая мелкая, как мука. Итак, в этой части я расскажу, как работать с детьми младшего возраста. А уже во второй части расскажу, как работать со школьником. Представим, что рядом с нами сидит малыш, который впервые знакомится, например, с манной крупой и рисованием по манной крупе. Возьмем его ладошку, посыпем, послушаем. Сыпется, 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 сыпется песок, слышится, слышится, послушаем. Слышится сыпучий голосок. Конечно, если ребенок впервые знакомится с такой формой игры, то ему для начала захочется покидать, поперебирать, помять манную крупу. Вы, конечно, его в этом поддержите. Посыпьте ему ладошку крупу. Друг пусть он посыпет крупу вам в ладошку. Попересыпайте друг к другу. Скажи, дай мне. Я тебе дала, а теперь ты мне дай. Он вам насыпет. Когда ребенок довольно играется так, как ему самому хочется, можно предложить уже наши варианты игры на таком своеобразном световом столе. Мы ровненько размещаем песочек по столу. И пробуем с ребенком отрабатывать действия по подражанию. Развиваем мелкую моторику, подражательную деятельность. И сейчас вы увидите, как мы будем звукоподражания с ребенком автоматизировать и развивать. Сначала начнем, например, с точечек. Повтори за мной. Тук-тук-тук. И ребенок повторяет за вами. Можно пробовать разная ладошка. Мы в лесу слыхали стук. Дятел клювом тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Можно так. Вот мы порисовали с вами точечки. И попробовали повторить звукоподражания тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Дальше можно переходить к коротким линиям. И к длинным тоже. Вот, например. Дождик-дождик, кап-да-кап. Ты не капай долго так. Хватит землю поливать. Нам пора идти гулять. Топ-топ-топ-топ. Или кап-кап-кап-кап. Есть еще один вариант игры. Дождик-дождик, кап-да-кап. Мокрые дорожки. И нарисовали дорожку. Все равно пойдем гулять на тянув. Можно сделать паузу и нарисовать ребенку. Но попробует, как сможет за вами проговорить сапожки. С детьми постарше можно уже прорисовывать схематично текст, который мы собираемся рассказать. Ну, например, самое банальное. Мы можем рисовать прямо рукой ребенка. Его ручкой рисуем и спрашиваем, кто это? Он говорит, Мишка. Молодец. Смотри, какие у Мишки косые лапки. Вот какие. Видишь, наискосок. Вот так, косые лапки. За это его называют косолапой. Мишка косолапый. Говорим мы и рисуем лес. Тоже прямо рукой ребенка. По лесу идет. Такую шишечку, например. Шишки и ладошку. Собирает. И так далее. Прорисовывайте схематично последовательность слов в стихотворении. Так ребенку будет легче и интереснее рассказать стихотворение. Очень часто дети знают стихотворение, но не хотят его рассказывать, потому что либо боятся публичного выступления, либо просто им надоело это. Но когда у них активные приятные ощущения, стихотворение из них уходит само собой. Получается очень в легкой, смешной и приятной форме. В следующем видеоуроке мы поговорим, как работает со школьниками с подобного рода, придуманным световым столом. Забыла сказать, можно еще сделать маленький интересный сюрпризный момент. Например, вы просите ребенка подуй и закрой глазки. Ребенок дует, а теперь закрой глазки. Потом сказать какое-нибудь волшебное слово. Ну, например, там, крибли, крабли, бус. И наш световой стол меняет цвет. Открой глазки. Ребенок открывает глаза и видит, что у нас поменялся цвет, как на настоящем световом столе, только там вы это делаете пультиком, а здесь мы можем это делать с помощью цветного картона. Итак, цвет у нас поменялся. Мы можем рисовать круги, можем одновременно прорисовывать фигуры двумя руками, отрабатывая тем самым межполушарное взаимодействие. Дайте волю своим фантазиям и занимайтесь с вашими любимыми детками. Всего вам самого лучшего. До встречи в следующем ролике. Это вторая часть о световом столе в домашних условиях. И с вами снова я, логопед Анна Мишинева. Итак, давайте сразу к делу. Вы заметили, что световой стол у меня немножко уже поменялся. На этот раз поднос у меня прозрачный. И возможности у него еще больше, чем у обычного однотонного, как в прошлый раз. Начнем опять немножечко с игры с малышками. Кто там спрятался? Такой маленький сюрпризный момент. Посмотри, у меня там кто-то спрятался. Помните, как мы в детстве делали сюрпризики в песке? Кто там? Ой, чья-то лапа. Как ты думаешь, чья лапа? Собачья? Давай еще посмотрим. Ой, еще три лапы. Четыре лапы. Ой, а это чей? Хвост. Посмотри. Лисий? Нет. Волчий? Серый может быть. Давай посмотрим, а чья же там мордочка. Ой, ухо. Ой, да это же кот. Кошачья лапа, кошачий хвост, кошачья мордочка, кошачье тело. Молодец, ты нашел котика. Кто у тебя там был спрятан? Кот. А кого ты спрятал сейчас? Кота. Точно, молодец. А можно еще кого-нибудь спрятать? Закрой глазки. Кого я спрятала сейчас? Ой, чухо. Как ты думаешь, кошачья? Нет. Лисия? Нет. Зайчья? Нет, собачья. Точно, молодец. Это собака. Вот таким образом, такие интересные сюрпризики можно делать с маленьким ребенком, отрабатывая грамматические формы. Возможностей много, дерзайте. Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые родители, дети. Меня зовут Полина Лукина, и я сурдопедагог Центра Логопедпрофи. Сегодня я предлагаю вам поиграть с тенями. Для этого нам нужно выключить свет. Посмотри, у нас есть синяя полоска, и в конце – пип-точка. И есть красная полоска. Красная. И в конце стоит буковка. Какая буква? Правильно. А. Буква А. Я тебе буду показывать картинки, а ты послушай внимательно. Услышишь ты в конце этого слова звук А? Или там будет стоять точка? Послушай внимательно. Например. Кто это летит? Кто это летит? Птичка. Птичка. Есть А или нет? Есть, конечно. На какую полоску посадим птичку? На красную. Красную птичка. Тут? Отлично. Так. А теперь к нам в гости пришел колючий, фырчащий... Кто? Ёж. На какую полоску посадим ежа? На синюю или на красную? Ёж. Есть А в конце или нет? Ёж. Нет. На синюю полоску. На синюю полоску. Так. А это у нас... Паук. 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 Есть А или нет? Есть? Нет. На какую полоску посадим паука? Паук. На синюю, конечно. Паук. Так. Отлично. А теперь к нам пришла Элайт. Кто? Аф. 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 Собака. Есть А в конце или нет? Аф. Собака. Есть, конечно. Сажаем на красную полоску. Аф. 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 Собака. Отлично. Вспомни, кто у нас был на полосочках? Кто сегодня приходил? Паук. Приходил паук. Сажаем его на синюю полосочку. Кого ты видишь? Паука. Оп. Кого нет? Нет. Паука. Правильно. Молодец. Паук. Кто еще был? Птичка. Птичка. Сидела у нас с тобой на красной полосочке. Птичка. Кого видишь? Птичку. Оп. Кого нет? Нет птички. Правильно. Так. А еще к нам приходила собака. Аф-аф. 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 И сидела она на красной полоске. Собака. Она. А я. Аф-аф. Кого видишь? Собаку. Оп. Кого нет? Собаки. Отлично. Кого тебе еще показать? Кого ты не видел? Правильно. Ёжика. Ёжика. Ф-ф-ф. Ёжик сидел на синей полоске. Это ёжик. Кого ты видишь? Ёжи-ка. Ф-ф-ф. Ёжика. Молодец. Оп. Нет ёжика. Играйте. Фантазируйте. Придумывайте свои несуществующие тени. Пускай ребенок догадывается, кто это. Чем похож. Почему он так решил. Нескучных вам занятий. И до новых встреч. Здравствуйте, дорогие родители. Меня зовут Наталья Пешкова. И я логопед в центре Логопед-профи. Мы продолжаем с вами беседовать о том, как же развивать наших детей в условиях замкнутого пространства. Для сегодняшних заданий нам всего лишь понадобится цветная бумага. Если вдруг дома цветной бумаги не нашлось, ничего страшного. Мы берем с вами обычную и что-нибудь на ней рисуем. Например, круг, квадрат или треугольник. Ну что, а теперь рассмотрим ряд заданий, которые можно выполнить данным реквизитом. В нашем первом задании нам предстоит добраться до сундука с сокровищами. На один край мы ставим сундук, до которого должен добраться ребенок, а ребенок занимает какое-то место. Листы мы разбросали в каотичном порядке и дальше ребенку предлагаем по определенному плану добраться до этого сундука с сокровищами. И задаем ему путь, по которому он должен пройти. Например, мы говорим, сначала у нас будет красный остров, потом шагаешь на синий остров, а после шагаешь на желтый остров. Соответственно, ваш ребенок все это дело запоминает и начинает идти, шагает на красный остров, на синий, потом на желтый и добирается до сундука. Конечно, цветов может быть гораздо больше, да, тем самым мы усложним ребенку задачу. Еще очень важно потом поменяться с ребенком местами. И теперь ребенок задает вам путь, по которому вам нужно пройти. Дорогие родители, здесь не забудьте ошибиться, чтобы ваш ребенок нашел эту ошибку и обязательно вас исправил. Для следующего нашего задания мы выкладываем на листы дорожку. Обратите внимание, что здесь у нас в каотичном порядке расложены цвета. Данное задание будет особенно актуально в условиях отсутствия длительных прогулок и малоподвижного образа жизни. Что мы делаем? Мы задаем ребенку инструкцию. Например, на каждом желтом острове тебе нужно будет присесть. И первую дорожку выполняет ребенок, да, только с заданием на желтых островах. Шагает, шагает, на желтом он приседает и так добегает до конца. Мы усложняем эту задачу, оставляем задание на желтых островах и добавляем. Например, на зеленом нужно прыгнуть, ноги брось и обратно. И ваш ребенок желтый, красный, зеленый, брось и обратно и так тоже доходит до конца. На третьем этапе мы уже даем нам задание и для желтых островов, и для зеленых, и для красных. Если, например, у вас не один ребенок, а два или больше, то можно даже устроить соревнования. Кто быстрее доберется? Давайте немного усложним жизнь вашим детям. Что мы сначала делаем? Мы показываем упражнение руками, да, когда идет сначала левая рука в сторону, потом правая. И он делает вот так. А дальше мы ему говорим, ну, теперь добавляй свои шаги. Также можно работать подсчетом. Он шагает правый ногой, а левая идет рука в сторону и меняет. Можно посчитать. Раз, два, три, четыре. Попробуйте проделать данные упражнения с вашими детьми. Наверняка им окажется не так, то и легко с ними справиться. Задание вы тоже можете придумать. Разные, да, шаги остаются, а руками можно делать все, что вам захочется. А сейчас мы поработаем на темпо-ритме. Мы будем учить ребенка маршировать. Оказывается, для многих малышей это является проблемой. Даже более старшие дети испытывают трудности, выполняя это задание. Мы начнем с самого начала. Мы будем учить ребенка шагать строго под счет. Ставим руки на пояс и начинаем его считать. Каждый счет один шаг. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Дорогие родители, в дорожку лучше выложить минимум 8 листов. А если получится, то 16. Дальше мы усложняем его задачи. И у нас будет шагать одноименная рука и одноименная нога. Также здесь можно обсудить, где у него правая рука, где левая рука, где левая нога и правая нога. Мы также, да, встаем на начало. Начинаем с правой руки и ноги. Раз, два, три, четыре. А теперь еще сложнее. У нас будет разноименная рука и нога. Мы начинаем шагать. Раз, два, три, четыре. Как только ребенок справился с этими заданиями, ему можно включить музыку, да, похожую на марш. И он под этот марш будет вам шагать. Мамы и папы, бабушки и дедушки с помощью обычных цветных листов бумаги можно придумать еще много разных интересных и веселых игр. Фантазируйте вы, пускай фантазируют ваши дети. Будем рады, если вы поделитесь с нами вашими идеями. Всего вам доброго и до новых встреч. Добрый день, уважаемые родители и педагоги. Меня зовут Апанюк Татьяна, я сурдопедагог в центре Олеся Таниславовны Жуковой, логопед-профи. И сегодня я расскажу вам, как в домашних условиях мы можем играть с ребенком, в то же время развивая у него слуховое внимание, слухолечевую память, а также будем учиться тренировать его способность ориентироваться в пространстве и будем учиться тренировать скорость реакции, то есть умение быстро выполнять инструкции. Для этого нам понадобятся мячики, они могут быть маленькие, как у меня, или чуть побольше, различные емкости, в которые эти мячики будут помещаться. Также очень важно, чтобы ребенок уже умел выполнять простые инструкции, такие как спрячь, кати, брось, убери, дай. Также нам необходимо, чтобы ребенок знал части тела и хоть немного уже он ориентировался в пространстве, знал где право, где лево, и знал где у него правая, где левая рука. Если ребенок все это знает и выполняет простые инструкции, мы можем приступить к игре. В этой игре мы будем давать ребенку двухступенчатую инструкцию. Если этот ребенок пока еще маленький, и ему нужно учиться выполнять двухступенчатые инструкции, а также необходимо дальше развивать пространственную ориентировку в пространстве, то мы будем давать инструкцию постепенно, где-то даже несколько раз повторяя, для того, чтобы ребенок запоминал длинные инструкции. Например, левой рукой убери, правой – кати. Левой рукой спрячь, правой – брось. Правой рукой дай, левой рукой – кати. Правой рукой – кати, левой рукой – брось. Если ребенок у нас уже постарше, он хорошо ориентируется в пространстве и умеет выполнять двухступенчатые инструкции, как раз у него мы будем уже тренировать слуховое внимание, а также скорость реакции. Мы будем здесь давать инструкцию уже в более ускоренном темпе, чтобы ребенок очень внимательно слушал и запоминал, какой рукой, что ему нужно сделать. Также он должен это делать очень быстро и уже слушать следующую инструкцию. Например, левой спрячь, правой – брось. Левой – кати, правой – дай. Правой – кати, левой – брось. Левой – убери, правой – дай. Таким образом, весело и интересно, мы можем, еще раз повторю, развивать у ребенка слуховое внимание, слухо-речевую память, а также тренировать его способность ориентироваться в пространстве и тренировать скорость его реакции. Обязательно занимайтесь с детьми дома, пока мы на вынужденном карантине не можем с вами встречаться на занятиях. А если вы хотите заниматься онлайн, то мы вас всегда ждем на занятиях. До новых встреч, всего доброго! Здравствуйте! С вами Маслова Ольга Равилевна, логопед центра «Логопед профи». И сегодня я вам покажу веселую логаритмику. Мы будем с вами развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, а также координацию речи-движения и межполушарные связи. Хорошего настроения делайте вместе со мной, и у вас все получится. Приготовились и начали! Я из дома выхожу, влево-вправо погляжу, вдалеке, там, я вижу лес. Много там больших чудес. Бродит там серый волк. Он зубами щелк, щелк, щелк. Зайка под кустом сидит и ушами шевелит. Белка прыгает в дупло. Там и сухо, и тепло. Ежик катится вперед. На спине грибок несет. Близко тут я вижу пруд. Тут две уточки плывут. Под водой рыбки. Три. Как танцуют, посмотри. Тут корова воду пьет. И домой скорей идет. Баба дает молоко. Для блинов оно дано. Я блины эти съем. И гуляю целый день. На этом наша логаритмика закончилась. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Вы можете добавлять свои движения. Или делать мои движения. Итак, всего доброго. До свидания. И до новых встреч. Здравствуйте, дорогие родители. Меня зовут Наталья Пешкова. Я логопед в центре Логопед Профи. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как весело и интересно учить ребенка цифрам. Все мы знаем, что современные дети просто обожают телефоны. Почему бы этот момент не использовать нам во благо? Для начала мы берем, распечатываем цифры и делаем телефон на стене. Или, например, на полу. Для более маленьких детей берем цифры от 1 до 5. Ну а для старших используем весь числовой ряд. И для начала можно с ребенком просто учить эти цифры, нажимая на кнопки. Например, найди цифру 1, найди цифру 5 и так далее. Дальше мы усложняем ему задачу и говорим, давай теперь кому-нибудь позвоним и даем ему номер телефона. Ребенок смотрит и находит соответствующие цифры, набирая номер. 2, 5, 3 и так далее. Ну а далее мы еще больше усложняем ему жизнь и даем номер телефона на слух. Здесь лучше начать с двух или трех цифр, а дальше ему усложнять. Например, говорим, набирай такой номер телефона. 3, 8, 2. И ребенок набирает 3, 8, 2. Если вдруг в какой-то момент он ошибся, повторите ему номер с самого начала. Дальше мы увеличиваем до 4, 5, 7 цифр. И после этого, например, можно выучить номер телефона папы и потом ему позвонить. Или мамы. После того, как он выучил все это на бумаге, конечно же, дайте ему настоящий телефон. И пусть папе в соседнюю комнату он обязательно позвонит. Также можно выучить, например, с ребенком жизненно важные номера телефона, такие как телефон службы спасения. Дорогие родители, играйте с вашими детьми, делайте это весело и задорно. До новых встреч!